Необитаемый остров. На берег после кораблекрушения выплывает молодой моряк. Поиски еды заводят нашего героя в таинственную пещеру. Здесь он находит большое количество золотых монет. Вместо радости его начинают мучить странные видения. Наяды в золотом одеянии окружили бедного моряка, а сладковатый дурман окутал и без того темную пещеру. Золотом одеянии окружили бедного моряка, а сладковатый дурман окружили бедного моряка. Студия восточного танца Галия существует уже более 10 лет. За это время вокруг нее образовалось большое количество самостоятельных коллективов. Многие из них базируются во Дворце культуры. Режиссер-постановщик Нина Короткая вместила в эту довольно небольшую историю богатую палитру из разнообразных ритмов и образов. Происходящее смотрелось ярко и по-восточному шикарно. Тем временем странствующий по дикому острову моряк забрел в домик колдуньи. Ее магический взгляд привел его в состояние легкого ужаса. Видения продолжались. Зрители были в восторге. Мистическая сказка о добре, зле и алчности заворожила весь зал. После того, как истерзанный восточными красавицами молодой моряк выбрался из таинственной пещеры, праздник не закончился. Зрителей ждал еще розыгрыш призов от крупной парфюмерной компании. Судя по восторженной реакции зрителей, такой красивый праздник танца и сказок им пришелся по вкусу.